Всем привет! В сегодняшнем видео я хотел бы обратить ваше внимание на один маленький момент из дорожных заметок, где я рассказывал про одного старика, якобы живущего на пенсию в 3 600 евро в месяц, но тратящего на продукты питания в месяц всего 5 евро. Я уже рассказывал, что такое фактически невозможно, и таких сумасшедших пенсий в Германии нет. А теперь к одному моменту о этих 5 евро. Тогда до меня просто мне в голову не пришло, но сегодня я хочу вам рассказать о такой возможности действительно, которая существует в Германии, что если вы тратите, к примеру, в месяц допустим 5-6 или максимум 10 евро, то вы можете жить на эти деньги припеваючи. А теперь по порядку. Ссылку на то видео я оставлю здесь под этим, чтобы вы могли посмотреть и то видео и обратиться к тематике, чтобы быть в курсе событий и в курсе темы. Так вот, есть такое понятие здесь в Германии как тафель, то есть это социальная столовая, на которую приходят люди малоимущие, с мизерными пенсиями или получающие социальные пособия, нигде не работающие, и они регистрируются через социальную контору, вот от социала, через вот эти вот тафели. Многие видеоблогеры уже рассказывали, некоторые набирались наглости, ходили сами на эти вот эти вот социальные столовые, затаривались там продуктами, показывали, что они там берут, как они это получают и т.д. и т.д. и т.д. Так вот, значит, зарегистрироваться на этой фигне может только человек, который получает или совсем мизерную зарплату, то есть пенсию, то есть она называется как грунт зихером, те, кто получают социальную помощь и те, кто получает совсем-совсем, я уже сказал, очень маленькую-маленькую пенсию. Значит, на этих тафелях, ну вот этих социальных столовых людям дают, они работают раз в неделю и людям, значит, дают одну-две сумки, сколько человек сможет унести продуктов питания. Туда входят овощи, фрукты, там картошка всякая, там хлебобулочные, молочные, бывает иногда мясо, там шоколад и т.д. и т.д. Представьте себе вот две огромных сумки, вы набираете вот этих вот продуктов, там молоко, там может быть все что угодно. Я не знаю, я не был там ни разу, но я просто видел, как люди вот это получают. И за это вы в качестве символической платы отдаете или один или два евро. Вот мы и подошли к тому моменту, что жить на 5 евро в месяц. очень многие люди, которые малоимущие, скажем так, здесь живут в Германии, пользуются услугами вот этих вот социальных столовых. С каких источников получают вот эти социальные столовые все вот эти продукты питания? Это пожертвования из крупнейших супермаркетов, из обычных супермаркетов, а также пожертвования обычных людей, приходящих в магазин за продуктами питания, покупают себе и выходя за кассовый блок, стоит большой такой контейнер, туда можно что-нибудь, допустим, пачку муки, пачку сахара или хлеб или еще что-то положить или какие-то консервы положить туда, в этот контейнер. И этот контейнер потом опустошается в пользу вот этой социальной столовой. Такое здесь практикуется довольно-таки долго, уже сколько лет подряд, и те, кто получают продукты питания в этих социальных столовых, благодарны за то, что люди помогают им продержаться на плаву. Не государство, люди. Государство на этих людей насрать. Объясняю почему. Переходим теперь к другой теме. Государство лучше будет выплачивать какие-то сумасшедшие миллионы долларов, миллионы евро каким-то перуанским республикам на улучшение и постройку велосипедных дорожек где-нибудь там в горах или выплачивать сумасшедшие миллионы евро Уганде, чтобы мужское население Уганды укрепляло свое мужское достоинство. Я просто не понимаю, как вот это вот можно понять простому человеку. Вот это вот высказывание нашего немецкого правительства о том, что сколько-то там, что 140 миллионов евро или сколько-то отправили в Уганду помощи правительству Уганды для того, чтобы оно использовало эти деньги для укрепления мужского достоинства мужского населения. Полнейший идиотизм, который не укладывается ни одному нормальному человеку в голову. Своё же местное население, да идёт оно в жопу, блин. Можешь прожить? Хорошо, не можешь, блин. Иди, блин, попрошайничай, иди бедствуй. Да, есть тут такое. И вот мы переходим к третьему пункту. Многие говорят, Германия – это, блин, офигительно развитая страна, экономически развитая, крутая, тут и социал высокий, блин, и чуть ли не молочные реки в кисельных берегах. Стоп! Здесь точно так же есть бомжи, здесь точно так же есть бездомные, которые не знают, где жить и не имеют никакого постоянного места жительства. Вот тут, допустим, у нас в городе есть контора, одна называется, ну, если в переводе с немецкого, на русский – Соломенко. Эта контора предназначена именно для вот таких вот бездомных, для бомжей, приходящих один раз в день в эту контору, чтобы получить горячий обед. Бесплатно, естественно, бесплатно. Потом в эту контору приносят очень многие люди пожертвования из одежды, из обуви, белье и так далее, для того, чтобы эти люди, ну, если у них нет денег, чтобы купить себе, допустим, новую одежду, они в этой конторе получают нормальные, скажем, обноски, секонд-хенд, и ходят в этом дальше. Значит, для этих же людей, но там спать нельзя. Для того, чтобы спать, есть такие вот хостелы, у нас в городе их тоже, по-моему, один или два штуки есть. Туда можно приходить им, по-моему, с 7 или с 8 вечера, и до 8 утра они обязаны его освободить. Это сделано как дешевая гостиница, там комнаты, где на 2, где на 4 человека, им предоставляется возможность там переночевать, принять душ, оправить свои дела и так далее, и утром они обязаны до 8 утра освободить этот хостел, освободить это место. Естественно, просто без регистрации туда прийти никак нельзя. То есть люди регистрируются, опять же, вот через эти конторы, для того, чтобы иметь возможность прийти на ночь где-то поночевать. Те же, кто очень гордые, независимые бизнесмены, скажем так, из бомжей, они ночуют на вокзале, они ночуют в парковых зонах, где-то на лавочках. Да, 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 есть такое, есть такое. И говорить, что здесь, в Германии, такого нет, это просто врать людям в глаза. Вот такие вот дела. И теперь возвращаясь к тому старому видео, о котором я уже говорил в начале. Если бы у человека была пенсия 3,600, он бы не имел никакого права получать продукты питания на вот этой вот социальной столовой, тратя всего-навсего 5 евро в месяц. Это чтобы у вас было понятие о том, что не каждый человек, получающий пенсию, может пойти в эту социальную столовую и получить продукты питания. Но есть также негативные моменты в этих столовах. Вот, допустим, у меня есть одни знакомые здесь. Так, изредка встречаемся, когда с собакой прогуливаюсь на улице. У них тоже своя собака, баллонка. Старичкам лет 80-85, где-то так. Так, и вот дядечка вот этот, у него маленькая пенсия, и он время от времени ходил тоже на вот эту вот социальную столовую за продуктами. И буквально несколько месяцев назад у него отобрали разрешение получать продукты в этой социальной столовой. Как случилось? Он пришел, получил продукты, выходит шефиня, говорит, у вас есть разрешение? Да, есть, конечно, покажите. Он показывает ей свои бумаги. Она хорошо, спасибо, забрала и сказала ему до свидания. Все. Что все? Больше, чтобы я вас здесь не видела. А в чем дело? Почему? Объясните. Она вообще ни слова ему не сказала, развернулась, ушла. Эти работники, естественно, тоже не при делах, они не знают, с чем было это связано. Потом, где-то недели через три, через четыре, этот дед все-таки решил разобраться с проблемой, почему у него отобрали вот эти вот бумаги на получение вот этих вот продуктов питания с этой социальной столовой. Оказывается, шефиня сидела, смотрела через окно и увидела, что он приезжает на вот эту столовую, на своем стареньком, задрыпанном вот этом Renault Clio. Ну, можете представить себе вот этот утюжок, старый Renault Clio. Другие же люди, которые поумнее и похитрее, они ставят свои машины, у кого BMW старые, у кого Mercedes старые, у кого новые Opel, они ставят их на стоянке около супермаркета и с тележкой на двух колесиках херачат, блин, в эту столовую. Естественно, у них никто бумажку эту не отберет, потому что они якобы через весь город пришлись со своей тележечкой. А вот старик, потому что, во-первых, он много унести сразу не может, тяжело, он подъезжал на своей вот этой вот машинке. Вот такие вот бывают негативные нюансы. Так что не все коту масленица, как говорится. Если вам рассказывают, что здесь в Германии все просто супер-пупер зашибись, фильтруйте информацию, ищите правильные источники. Ну и, конечно же, не кидайтесь сразу, как говорится, у медали две стороны, одна хорошая, другая плохая. Не все то золото, что блестит. Не всегда нужно верить в то, что вам рассказывают какие-то фиг пойми блогеры в интернете, восхваляя что-то и унижая что-то другое. Нужно искать действительные источники, которые вам раскроют правду на происходящие события вокруг вас. В общем, не забудьте подписаться на этот канал, поделиться видео с друзьями, оставить лайк, свой адекватный комментарий, нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления об обновлениях у нас на канале. И всем вам удачи. Пока.